Эти паразиты не успокоятся. Итак, друзья Добрый день Добрый день Добрый день Если вам интересно, что же едят на обед простые американские фермеры из Техаса, тогда это видео для тебя Еще раз здравствуйте, друзья Как договаривались, сегодня будем делать чили 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 в принципе это мексиканская еда Но она давным-давно уже ассимилировала на юге Америки И постепенно поднимается все выше и выше, а потом разошла по всему миру Но там это в порядке вещей, там это найти очень непроблематично Достаточно зайти там в Токобел или еще куда-то, там 100% это найдешь Я уже не говорю про мексиканские рестораны В Америке можно всего много найти, Америка вообще интересная страна Там очень много хороших людей, отзывчивых Гондонов тоже хватает, ну это как в любой стране Но чем еще интересна Америка, там конечно же много всего Ну так, что просто вот так вот, если сказать, например Первая экономика в мире, да Но с другой стороны, если посмотреть, страна у нее даже нет официального языка Основные языки, которые там есть, это английский, испанский И даже зайдешь куда-нибудь, инструкция будет, там или меню что-то написано Но это будет на английском и на испанском На юге 100%, может даже английского не будет, может быть просто испанский Страна большая, там много грамотных людей, они достаточно просвещенные Но в университетах могут быть проблемы В 2002 году Мичиганский государственный университет даже бастовал Приезжали сенаторы и говорили ай-яй-яй А все случилось только из-за того, что проходной балл 33 И ребята, белые ребята, которые набрали там 32,5 и там 32,8 А их не пустили, их не пустили А вместо них пустили там, по-моему, парочка афроамериканцев была И парочка мексиканцев Ну то есть ребята с другим цветом кожи Студенты возмутились Даже сенаторы не исправили положение Приехали и сказали, ребята, так и так Но мы слишком Короче, ребят, я про Америку могу долго и нудно рассказывать Поэтому давайте лучше сразу перейдем к нашим баранам Мне нравится американская пища И я этого не скрываю Только прошу не путать Не та американская пища, когда вы пришли, допустим, в Токабелл, Макдональдс Или еще куда-то в Роял Или в Энди Это не то Это фастфуд От него американцы жалеют То есть там их больше 60-70% Уже там опять я в сторону ушел Я могу про Америку долго рассказывать Нормальная, хорошая пища То, что вы взяли просто кусок мяса Дома поджарили Или, допустим, фарш Дома что-то приготовили То есть вот эту пищу, вот такую еду американскую я люблю И одно из этих блюд я вам сегодня покажу Пошли на кухню Это все ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся Говяжий фарш Один килограмм Чеснок Ну, три зубчика будет нормально Орегано Одна чайная ложка Тмин Молотый Ребят, к сожалению, молотого не нашел Взял такой, но лучше, молотый Одна чайная ложка Каенский перец Одна четверть Если вы не любите сильно-сильно острый Можете чуть-чуть добавить Если любите поострее Красный перец Две чайных ложки Это только для того, чтобы Ну, скажем так Придать всеобщий вкус Чайная ложка соли Томатный соус Ну, такой баночки будет вполне достаточно Одна четверть или одна треть кукурузной муки Это все, что понадобится на первоначальном этапе А теперь давайте уже начнем готовить Просто выкладываем фарш к кастрюлю И обжариваем его Естественно, для таких целей Лучше толстостенная В тонкой кастрюле, я боюсь, у вас будет пригорать Неприятное, но условие Чугуньяка, в принципе, подойдет нормально Как видите, фарш у нас уже немного обжарился На этом этапе, к сожалению, нельзя отходить от кастрюли Нужно постоянно мешать Ну, сами понимаете, чтобы не пригорело Мои хвостные родолбые там что-то опять выносят Так, ну все, фарш маленечко обжарился Так, достаточно Сейчас на этом этапе мы высыпаем специи Которые заранее приготовили Берем банку томатной пасты У меня гринрей Вы можете взять ту, которая вам больше нравится Берем банку томатной пасты 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 И тщательно это перемешиваем. Ребята, какой духан пошел. На этом этапе, что могли мы сделали, теперь уже можно убавлять на медленный огонь, накрывать крышкой, и часок постоит, потомится, ну не часок, минут сорок. И так оставляем на 40-45 минут, пускай будет так. Ребят, что-то у меня такое подозрение, что уже все готово. Ну а с другой стороны, какой нахрен час? Это же фарш, за это время можно кусок мяса сварить. Так, меняем рецептуру, получаться будет достаточно. Следующая у нас по плану, берем кукурузную муку. Чуть больше половины, чуть больше половины стакана воды и выливаем. Сейчас аккуратненько все это дело замешаем, а потом вольем в кастрюлю. Здесь кукурузная мука, если вы забыли. Кукурузная мука у нас придаст, скажем так, нотку свою такую интересную внесет. И плюс еще чуть-чуть загустит. Это станет такой более густой консистенцией наша чили. Ну и хватит. Ребят, что вы еще пропустили, пока я выключал камеру? В самом начале, как только мы выложили пасту, я налил сюда вот столько воды, совсем маленечко. Сполоснул банку изнутри и вылил в кастрюлю. Лишняя влага не помешает. Тем более, тут ее не так уж и много всего лишь. Сколько тут? Ну, грамм 70. Не пробуем. Больше вы ничего не пропустили. Пока еще пять минуточек. Да, даже не пять минуточек. Давайте сейчас выльем это дело, а потом лучше поговорим. Это наше мурщица. Ну, я так и думал, донышко пригорело. Надо было не на обычный, медленный, ставить, а в другую сторону, как на выключение. И последний ингредиент, супер-пупер секретный, который мы сюда добавим. Это две дольки чеснока. Я за это время его уже порезал свеженаточенным ножом. Поверьте, свеженаточенным работать. Просто удовольствие. Мелко я его не резал, чтобы хоть какая-то фактура от него осталась. Когда мелко режешь, он быстро разваривается и расходится. А если чуть-чуть покрупнее, чем мельче, он приготовиться успевает. Но когда вы его кушаете, там вкус есть. Плов, например, когда готовлю, я вообще чеснок целыми пучками бросаю и потом его так отдельно кушаю. Все. Пять минут сейчас потомится. И наше блюдо готово. Это универсальное блюдо. Оно пойдет с любым гарниром. Если сейчас, допустим, взять сюда вот овощную смесь мексикана, положить, это будет еще одно блюдо. Но вы можете просто с этим так кушать. Макароны, гречка, картошка, кусок хлеба, лаваш, тортиллос. Употребление везде. И даже если, допустим, вы знаете, что сейчас сразу все не можете съесть и делаете заранее много-много, часть этого просто берете, снимаете, оно остывает, раскладываете в пакеты в морозилку. Потом, не важно когда, там, через неделю, через месяц, вы просто этот брикет достаете, бросаете в кастрюлю, подливаете воды. Как только вода выкипает, вот оно, ваше готовое блюдо. Это можно кушать совсем. Ну что ж, все. Выключаем. Вот такая красота у нас, ребят, получилась. А теперь за стол и дайте мне еще пару минут. Наше блюдо готово. Дайте мне еще пару минут. Ну что ж, парни, вот у нас стал момент истины. Чили мы с вами приготовили. Сало, которое вместе делали, засолилось. Кстати, парни, кто солил вместе со мной, завтра уже можно пробовать. У меня уже готово, значит, завтра-послезавтра будет готово у вас. И, собственно, для чего все это нужно. Лепешка чили. Любой гарнир. На скорую руку просто так взяли, вот кусочек хлеба, к примеру. А давайте пойдем дальше. Давайте его еще и вот так вот сделаем. Тверть. Потом чуточку положили этого. Чуточку положили этого. Ну и посмотрите, какая кошерная штука. Как по-вашему? Как это называется? Правильно. Совершенно верно. Это называется отличная, хорошая закуска. Имеем право. Постояли у плиты, приготовили вкусную вещь. Почему бы и нет. Ребят, за ваше здоровье. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И дай бог, чтобы всякая гадость, которая встречается на вашем жизненном пути, составляла не больше 1% от общей массы нормальных, хороших, адекватных впечатлений, которые вы получаете в жизни. И все это дерьмо, которое потенциально могло бы к вам прицепиться, пускай у вас работает всегда на эту штуку гидрофобный эффект. Чтобы оно отлетало в сторону и просто проходило мимо. За нас. Да, парни, закуска работает. Что не так? Если как самостийное блюдо, я бы все-таки маленько соли добавил. Оно не сильно острое. Оно такое средней острасти. И кто хочет поострее, добавьте больше каенского. Ну, хотя бы чайную ложку. А в остальном все на месте, все хорошо. Если прям в кастрюле вывали бы любую фасоль или там набор какой-то с фасоли, с кукурузой, в это блюдо это было бы совершенно другое блюдо. По факту все получилось. Сало. Про сало я не буду говорить. Вот помните как-то раз я сказал, что сало должно быть сальное. Я именно это не уведу. Посмотрите, оно мраморное. Это не то сало, которое вы будете жевать, как жвачку. Оно у вас будет перекатываться, вы будете играть с живого лаками, но меньше его становиться не будет. И по итогу вы встанете рано или поздно перед выбором. То ли его выплюнуть, то ли его проглотить. Проглотить, ну, блин, как-то стрёмно, потому что там не пойми чего. Выплюнуть, ну, то же сало, как выплюнуть. Ребят, вот с этим у вас головников не будет. Вы точно будете знать, что с ним делать. Вернее, оно само все сделает. Вы только на язык положите, и оно само растает. Что касается лайков, парни. Все, кто поставил свой лукас, от меня лично сердечное спасибо. И вы мне очень помогли. Жена за спиной вчера стояла, поза вчера стояла, посмотрела, а потом так на ухо шепотом говорит, ты что творишь? Я говорю, смысл, ну, парни, спасибо, говорят. Говорит, если ты будешь работать за 100 лукасов, мы не будем успевать съедать. На русский язык, если перевести, парни, давайте хотя бы цифры поменяем на 200. Это даст мне лишний день передыху, я приготовлю для вас что-то новенькое. А что новенькое? По старому расписанию у нас остался рулет из сала. Остается полностью. К нему я хотел бы добавить на ваш выбор. Или обалденную маринованную капусту. Маринованную не в смысле, что я заставлю уксус хлебать. Укус там будет, но вы его практически не почувствуете. Маринованную в смысле, что вот у вас есть трехлитровая банка, день прошел, а банки нет. Вы ее метать будете, как кролики во время нереста. Это первое. Второе. Бонусом. Во время приготовления там будет наблюдаться один очень интересный, обалденный эффект. Дежу пари, вы раньше такого никогда не видели. Это один вариант. Ну, а второй вариант. Ну, я думаю, вы уже поняли, я очень люблю американскую кухню. Так как было время, провел там не один год и успел ее полюбить. Нормальную, не фастфуд. И есть у меня один такой замечательный рецептик боженинки. Вот прям вот, прям по-американски. Если будет интересно, что-то одно из трех выберите. Ну, и с вами был по-прежнему я, Вадим Иванов. Дай вам Бог здоровья, густого пара, вкусного сала, вкусного чили. Да и пускай просто у вас все будет хорошо. Пока-пока. Не скучайте. До новых встреч. Фу. Ребята, спасибо, хоть дали видео снять. А то чуть сало не растащили. Субтитры подогнал «Симон»